Всем привет! Сегодня воскресенье, 19 сентября, и это наш последний день автомобильного путешествия в Албанию и обратно на самодельном автодоме. Проснулись сегодня полвосьмого утра, на улице 8 градусов, вечером сидели с автономкой, с утра врубили автономку, потому что все замерзли. Мама кричит караул, что она в Толстовке мерзнет, на улице в ветра дует, такой нереальный, что просто там невозможно находиться. Добро пожаловать в Прибалтику называется. Сижу, заполняю латвийское безобразие, которое нужно заполнять всем путешественникам, которые пересекают Латвию, даже транзитом. Сейчас заполню на всех, на себя, на Олю и на детей. Без них, если постановит полиция, будет задница. Там у них штрафы вообще какие-то нереальные. От 800 до 2000 евро, говорят. А до дома осталось 824 километра. Сейчас я немножко покажу, какая сегодня была стояночка. До вечера вообще не хотелось выходить, потому что, во-первых, было холодно. Парковочка вообще обалденная. Она находится между Августа и Сувалками. То есть, прямо на объездной трассе. Трассы проходят, и с трассы это место замечательно видно. На выезде из Польши решили снова заехать в Lidl и посмотреть домой химию. То есть, ну, стиральные порошки, всякие там моющие средства. Сейчас зайдем, глянем и быстренько у меня поедем. Блин, с этими масками какая-то жопа вообще. У меня всегда с собой моя, а Оля постоянно себе забывает. Мне приходится свою. Я отдала самому бегать. В Польше в магазинах все ходят в масках. Я сейчас зашел на заправку. Тоже там кое-что покупал. И без маски ко мне даже не хотели подходить, пока я шиворот не натянул. Вот так. То есть, прицепяем здесь в Польше. То есть, не подходит, не обслуживает. Взяли немножко вина, немножко химии. Вышло все на 70. На 77 евро. На 78 евро вышло. Ну, немного. Там шампуни взяли, всяких там моющих средств, стирального порошка жидкого. И три бутылки вина. В принципе, все. Выезжаем из Польши. Здесь у них ремонт идет на полную силу. Дороги все переломаны. Терминат. Да, вот. Въезжаем в Литовскую Республику. Но в Польше там все что-то у них. Там такое грандиозное строительство идет, что там просто жесть какая-то. Там все переломали. Дорогу переломали. Ограничение 20. Все 20. То есть, и все. Терминала нет. Ничего нет. Стояли две патрульные машины какие-то пограничные. Но вот специальные. И все. Больше ничего не было. Сейчас уже едем по литовской территории. Виньетку я уже купил с утра. Что литовскую, что латышскую. Что латвийскую. Так, сейчас у нас 11 часов 17 минут. Нет, а сейчас уже какое время? Все. Так, сейчас уже 12 часов 17 минут. Так что... Навигатор показывает 9 часов 31 минуту еще до дома. Надеюсь, что мы к вечеру доедем. У нас будет 6-7 минут. Надеюсь, доедем. Все. Значит, в Польше у нас топливо было 1,27. А в Литве у нас дизель 1,23,9. Вот для первой заправки. Чуть-чуть подешевле. Ну что, заправился я сейчас до полного. А в Литве влезло у нас 70 литров. 70,79. Вот. И заплатил я 85,66. То есть по 1,13. Опять же у них тут странная система. Как-то 1,13 если ты платишь карточкой дебетовой. И 1,31 если платишь карточкой. Кредитной. То есть вообще как-то странно у них тут дела. Очень много машин гонят битых. Вот именно в Литву. А потом эти... Сегодня хорошие гонят машины. Да, потом вот эти машинки будут уже продаваться как новенькие. Ну, как хорошенькие. Не как вот такие битенькие. А многие до сих пор думают, что с Германией пригоняют машине целехенькие. И почти не езженные. Не скрученные. Пробег не скрученный. И покупалась эта машинка у бабушки. Которая на выходных ездила на ней по магазинам. И стояла эта машинка только в сухом гараже. Это у меня первая машинка, которую мы с него увидели. Желтую видели. Да, так что вот знайте, что все машины, которые везутся в Литву на продажу, их нет смысла просто покупать целую машину в Германии, транспортировать ее и продавать в Литве. Потому что вы не накрутите ничего. То есть цена получится намного выше, чем сами машины в Литве. А есть вот вариант. Если брать битые машины в Германии, которые там нахрен никому не нужны, которые тут под спецами, их восстанавливать и продавать их уже дешевле, чем они стоят в Германии. Вот так. Все ладненько. Настраю навигатор и едем дальше. На улице по-прежнему пасмурно. 12 градусов. И как бы иногда накрапывает дождик. Совсем уже стемнело. Вот сколько сейчас уже. Начало 11. И уже темень. Но по Эстонии сейчас будет проще ехать. Эстония, я знаю, как свои пять пальцев все дороги. Так что я думаю, сейчас вот из Латвии выйдем, проедем Валку. И там уже доедем до Тарта. Там уже все дороги изъездены по 10 раз. Там уже каждый поворот знаем. Поедем побыстрее. И расчетное время приезда показывает 12 часов ночи. Еще ехать 3 часа 51 минуту. 309 километров. Ну что, заканчивается Латвия. Я уже еду по Валке. И сейчас я уже буду въезжать в эстонскую Валгу. Где-то здесь должен быть указатель. Эстония. Вот. Сейчас посмотрим. Через 200 метров продолжайте движение прямо. Затем поверните налево. Впереди полиция. Прикольный навигатор. Угу. Откуда он зайдет? Не знаю. Продолжайте движение прямо. Затем поверните налево. Заканчивается. Значит, у нас Валга. Поверните налево. И начинается Эстония. А ну возьми камеру. Посмотрите. Сам жили там в полиции? Тамский парк. Что? Тамский парк был. Да, он стоит. Откуда он узнал, что тут менты? Вот такой навигатор. Хороший навигатор. Так что... Так что мы официально уже в Эстонии и наше леднее автопутешествие на самодельном автодоме короче, подходит к концу. Вот так. Осталось до дома нам 278 километров. А мы сейчас проедем Тарту, проедем Ихве, Силаме и будем уже... Через 800 метров круговое движение. И будем уже в Нарве. Через 800 метров. Через 800 метров. Вот так. Все ладненько. Потом все расскажу. Сейчас уже все равно темно. И ни черта не видно. Вы не поверите, но я второй день уже разгружаю машину. Столько всего. То есть, ну... Ехали, торопились. Все вот осталось, как было. Вот, потому что опаздывали Аллану школу. Все накидано, все набросано. Вот, надо все это теперь разгребать. Все валяется на полу. Мусор. Пакеты. Подушки, купленные в Польше или Венгрии. Не знаю, где мы их покупали. Все в ящике. Я еще вчера разобрал. Всю еду отсюда забирал. Вот. Еду забирал. Забирал одежду. Все отсюда. Вот. Холодильник надо отключить. Холодильник еще работает. Вот. Еще морозит. Надо все отключать. Там еще куча вещей сзади в рундуках. То есть, ну, вообще просто абзац. Здесь одноразовые посуды. Вот. Почему разгружаю? Почему все вывожу? Потому что машину будем продавать. Вот. Машину будем продавать, потому что мы в нее не влезаем. Вот. Не за того, что она плохая. Не за того, что она какая-то там ломается или еще что-то. Вы сами видели, мы на ней приехали без проблем. То есть, до дома она всегда нас довозила. Никогда мы не встревали где-то. Вот. Да, были какие-то мелкие поломки. У нас как-то сломались дворники. Я в Хорватии нашел паяльник, запаял, дворники заработали. За все семь лет один раз только пробили колесо. Вот. И в этом году у нас порвался пыльник на полуосе. Вот. Но я его там быстренько починил. Вот. И еще случилась какая-то ерунда. Я еще с этой ерундой не разбирался. Сейчас покажу вам. Открою капот. Не знаю, что случилось. Вот. Просто самому интересно. Надо будет с этим разобраться. Сейчас открою. Вот. Видите, весь мотор или в масле, или в солярке. Не пойму. Вот видите, все форсунки черные. Вот видите, вот это особенно. вот черные. Прямо все как будто бы закопченый. Или в чем-то она вот прям. Видите, вот здесь вот очень много вот всего. Вот здесь такое самое место. Вот здесь вот все грязное. И вот эта форсунка. Я эту тему увидел еще в Албании, в горах. Ну, не стал никуда лезть, потому что мало ли, что-то там сломается какой-то болт. Начнешь откручивать, он обломается или прокрутится, это будет полная жопа. Поэтому было решено туда вообще не лезть в горах, в Албании и вообще в дороге. И ехать, пока едет машина. Но машина как бы ехала и ехала. То есть, никакой разницы я даже не почувствовал. Может быть, конечно, она там стала где-то чуть-чуть немножко тянуть, тупить там на подъемах. Но особой разницы я не заметил, поэтому мы и так и проехали вот 3000 километров вот с такой вот проблемой. Откуда-то что-то гонит, но так мы и не поняли. Вот так что теперь с этой проблемой буду разбираться и я думаю, что сниму даже на эту тему видео. Вот так. А так вот эта наша машинка будет выставлена на продажу. Мы ее там подкрасим, подладим, подделаем и все. И продадим. Вот так. Все, ладненько. Начинаю дальше укладывать вещи и несу домой. Субтитры сделал DimaTorzok